В небольшом аккуратном дворике по-домашнему уютная атмосфера. Цветет черемуха, благоухает сирень. Вся эта красота – дело рук жителей. Субботники для них в удовольствие. Этот двор на улице Венцека всегда под чутким присмотром жителей, которые заботятся о его чистоте. Усердие проявили и этой весной, выходили на субботники, благоустраивали газоны, высадили сюда специальную траву. И, что примечательно для дворов, пару лет назад здесь посадили туи. О них заботятся, поливают, поэтому необычные деревья очень хорошо растут. А теперь под присмотром двор будет круглосуточно. Его оснастят системой видеонаблюдения. Сертификат на установку системы видеонаблюдения вручают самым активным жителям. Это подарок за труд и заботу о чистоте родного города. По три двора в каждом районе Самары. Всего 27 площадок оснастят видеокамерами. Они будут подключены к системе «Безопасный город». Столичный опыт уже доказал эффективность работы системы. Даже управляющие компании стали лучше работать. Чаще вывозить мусор и внимательнее следить за порядком. Выбирали лучшие дворы по особым критериям. Это и чистота, и аккуратные газоны, и деревья, побеленные бордюры, покрашенные ограждения. Все это сделать не так сложно, тем более, когда есть соответствующий настрой и команда из дружных соседей. Этот двор интересен своими людьми, дружными людьми, которые хотят жить в чистоте, в порядке, которые выходят на субботники, в общем, не считаются своим личным временем. Где можно, выходим, помогаем. Вот красили заборчик вот этот, вот посеяли травку. Следим за состоянием газона, бордюра, забора ограждения, фасада, за общедомовым имуществом. Справляемся успешно, поддерживаем как можем, даже лучше. Сами жители уверяют, видеокамеры – вещь нужная и долгожданная. Периодически во дворе появляются вандалы, которые гнут ограждения, рисуют граффити на стенах. Теперь же легко смогут вычислить хулиганов. И есть надежда, что на двор, где большой брат наблюдает за тобой, вандалы и посягать не станут. И хотя апрельская большая уборка завершилась, благоустройство Самары продолжается. Впереди основной фронт работ. Все лето и осень до первого снега будут наводить порядок во дворах, на улицах, в парках и скверах. Кроме того, Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где реализуется федеральная программа по созданию комфортной городской среды. Почти миллиард рублей потратят на благоустройство дворов и общественных пространств этим летом. Эти площадки тоже выбирали по схожим критериям – чистота, порядок и неравнодушные жители. В небольшом Самарском районе по федеральной программе в порядок приведут 32 двора. В первую очередь – это асфальтировка, вторую – это, конечно же, малоархитектурные формы, это детские площадки, ну и газонное охраждение. Это вот три основных вида работ, которые пользуются у нас спросом. Установка систем видеонаблюдения как подарок за труд на субботниках – часть городской акции «Поработал отдохни». В этом году она проходила впервые. Активисты средников и субботников получали пригласительные на концерты, билеты в кино, театры, музеи и на большой концерт на площади Куйбышева, который состоялся 22 апреля. Людям старшего поколения – дисконтные карты в продуктовые магазины. Без подарков не остались и жители других дворов. Так, неподалеку от улицы Венцика, во дворе дома 26 по улице Алексея Толстого, жители тоже не без вдохновения благоустраивали любимую площадку под окнами. Банкир Любовь Семочкина до пенсии приводила в порядок финансовые счета. Сейчас взялась за чистоту родного двора. Весенний субботник для нее праздник – покрасить бордюры и скамейки, убрать осеннюю листву. Делится всем домом, трудится не для галочки, а для красоты и уюта. Нам проявляют внимание, значит, мы замечены, только вошел двор, это твой дом. Он начинается – двор, балкон, квартира. Если такой хаос дома, то, естественно, во дворе. То есть это опять личность, это человек, это хозяйка и хозяин. Я считаю так, если себя уважаешь, то и уважаешь свою территорию, на которой ты живешь. А вот по соседству в мини-дворе киноводников 35 хозяйничает молодежь уже третью весну. Метлы, грабли, лопаты и мусорные мешки выдает дворник. Освоить рабочую специальность не составило большого труда, шутят местные жители. Мы любим своего дворника, он хороший. И он очень хорошо работает. Но, тем не менее, рук у него не хватает, нужно помогать. Наш двор, мы здесь очень много времени проводим. Очень уютный двор, и мы хотим, чтобы там было чисто. Этот двор тоже в числе претендентов на участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда». А жители здесь главенствуются правилом. Чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают сами горожане. Мы стараемся передавать новым поколениям эту традицию. И старый млад выходит, и в силу своих возможностей, в зависимости от самочувствия, принимает участие в посильном труде. Труд для всех, кто живет в этом доме, труд на своем участке в радость. Высаживаем кустарники, деревья, цветы, летом поливаем. Так что следим за своим хозяйством. Комфортную городскую среду пока собственными силами создают жители 65-го дома на улице Пензенской. Во дворе кипит работа. Стремление к чистоте захватило даже самых маленьких. На субботник вышли десятки жителей. Так мы убираем себе двор. Наши внуки здесь гуляют. И сами так же. Чтобы было красиво, чисто. Будильники пораньше завели в том числе школьники и студенты. Сон выходного дня они с удовольствием променяли на участие в большой уборке. Прохладное утро и веселая музыка только добавили бодрости. Разделились на команды по несколько человек. Сгребают мусор и прошлогоднюю листву. Собирают мешки. Подметают дорожки. Жители дома на Пензенской всегда активно поддерживают чистоту в своем дворе. И в этом году цель – участие в федеральной программе по благоустройству. Уже собрали необходимые документы и подали заявку. Дополнительное финансирование на благоустройство потратят на озеленение, расширят детскую площадку. Уверена, чистота во дворе в их руках. Главное условие участия в программе «Комфортная городская среда» – вовлеченность жителей в благоустройство дворов и прилегающих к дому территорий. Жители очень много зависят. Конечно, в каких домах жители ничего не хотят делать. Они думают, что придут, кто-то дядя для них сделает. Такого быть не может. Жители сами должны все это делать, участвовать, содержать. Все от жителей зависит. Кроме всех прочих бонусов генеральной уборки этого года, жители бесплатно получают саженцы деревьев и кустарников – рассаду цветов, которыми могут украсить клумбы под окнами. Мотивация появляется больше. Конечно, это и правильно работать, но когда еще дарят подарки, а то, конечно, лучше. Наступает такой момент в жизни, когда не только денежное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. А к моральному удовлетворению еще и что-то, какой-то бонус – это вдвойне приятно. Кто хорошо работает, тот не только хорошо отдыхает, но и ест со вкусом. После уборки во дворе накрыли стол для чаепития с горячими и ароматными угощениями. В передовики чистоты хотят вырваться и жители дома 33 на Чернореченской. Сгребают листья, собирают мусор и сажают деревья. Здесь активно помогают дворникам не только в субботник. Чистоту во дворе поддерживают постоянно. Наш дом очень активный, труда тут большого не надо. Мы всегда выходим на воскресники, все, что нужно. Где сажаем деревья, густарники, все отлично у нас. У нас очень много осталось краски, но мы будем красить деревья. Завтра выбираем время, завтра, пусть завтра все деревья мы покрасим. Будет у нас очень чисто во дворе. По федеральной программе комфортная городская среда в Самаре в этом году в порядок приведут 160 дворов. Будут ремонтировать дороги, установят детские площадки и малые архитектурные формы. Лавочки, скамейки, необычные вазоны и кашпо. Будут сажать деревья, благоустраивать цветники. Самарские дворики поменяться должны кардинально. В этом году после уборки территории будут очищены и водоемы. А благоустройство города в разгаре. Наводят лоск не только в дворах. Небольшие одно- и двухэтажные дома в исторической части Самары тоже активно приводят в порядок. Строительные компании вышли с инициативой отремонтировать и покрасить старые деревянные дома в историческом центре. Кроме того, впереди лето. А для активистов экологических акций это пора чистить реки, озера, пруды. А как вы помогаете любимому городу стать еще лучше и комфортнее? Рассказывайте об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте. И вы, возможно, станете примером для тысяч горожан.